Алоха, дорогие! С вами Федерико Феллини! Хочет главную роль в картине! Дайте Оскар этой богине! Че за кринж? Мы снова на Wizarding World! Крисмас и детён! Квиз в шэмпионшип у нас с тобой продолжается! Последняя возможность закерить с тобой вот этот вот поганый факультет по имени Хуфлупуф! Они почти на миллион проигрывают Равенкла! Уважаю Равенкла, самый лучший факультет в мире! Даже наш вклад в 23 очка не помог поймите Хафлопафа на первое место, но! Сегодня мы будем с тобой выходить на первое место, потому что у нас 30 вопросов! А это означает, что если мы сейчас суммируем все наши очки, умножаем на 23 в степени 23, то тогда мы выигрываем! Поэтому сейчас нужно отгадать все вопросы правильно! Со мной связался Джон Роллингер, меня закибербулили! Я выключила компьютер и вот звоню тебе сейчас и говорю то, что если ты сейчас ответишь на все вопросы правильно, я вот всё умножаю вообще и присылаю тебе в качестве денежного эквивалента! Поэтому всё, летс го! Отвечаем на все вопросы правильно, ты ставишь лайс, потому что если ты не ставишь лайс, зачем мы здесь сегодня все здесь собрались? Подписывайся на канал и жми бубенец, чтобы не пропустить новые серии! Как приходит деньга? Джон Роллингер, 30 вопросов! Фуны, Фи, Си, Ви, Ти, Си, Летс го! Первый вопрос! Какой колор традиционно Рональд Визри, Крисмасский Джумпер от Миссис Визри? Это все знают, это маруновый цвет, это ну классика, это знать надо! Это первый вопрос! Сюда плюс очко! Какой тайп этой, ну метёлки Гарри Поттера он получил на Крисмасс Гарри Поттер и Призонеров Аскабана? По-моему там Молния она называлась, а Фаерболт это ж не Молния, ну да ладно, ну и хорошо! Второй вопрос наш! Какой из ниже перечислилых характеров известен как партикулярный скилованный визарданский чес-чел? Рон Визри победитель! Отвечает на все вопросы Рон Визри и ты выиграл! Философская Гамни, Гриффиндорские выиграли Хаус Куб, благодаря, чтобы помочь последним минутным поинтсам! Спасибо Дамблдор! Невил, сколько он заресивил? 10 очков! Вообще вот гениальная система, то есть Дамблдор такой, ну Невил Долгопоп за дружбу тебе 10 очков! Представим на секунду, Гарри Поттер и его команда решили уничтожить кого-нибудь, Пушка допустим! Они идут это делать, выходит Невил Долгопоп, говорит, я тебя! И он даже договорить не успел, его уже аватокитавры загинули! Дамблдор говорит, ну за то, что ты пытался, 10 очков тебе! Представь, вместо Дементора, вот куча Дементоров, огромная какая-то команда Дементоров, которые вертухаи в Аскабане, и Невил Долгопоп. И вот сидит там какой-нибудь, я не знаю, Атанит Долгопоп 2, проходит Невил Долгопоп и просто говорит, ты не выйдешь из тюрьмы, я знаю, что ты хочешь готовить побег, твары да поганые. Атанит Долгопоп подходит, просто лещаем мудаёб, в ауте находится Невил Долгопоп, и Атанит Долгопоп просто выходит. И все камеры открывают своих друзей, и они вместе все уходят. И приходит Дамблдор, владелец Аскабана, кто не знал. 10 поинтов он получил, let's go. Какой хогвартский профессор обычно заряжал свой телефон от декоративного крисмасского этого дерева? Я думаю, профессор Флитвик, потому что я помню, он в фильме Пшар. Какой чабер-секретовский Хагрид опоздал? Хагрид никогда не опаздывает, мы это знаем. В конце года фестиваль после того, как привез и релизнул потерянные, ну, приколы. Эрол Гермес Питч Гвежион или Хедвик? Эрол, да? Старая сова Родальда Уизли, она летела и полетела вот так вот облетать землю. Вот так вот из Алиэкспресса вез посылку свою. Это веселье или фестивейсис? Напишите в комментариях. Дурслианые традиции дали Гарри Поттеру дисапоинт на подарки, крисманские подарки. Это же из нижних перечислях что? Острый карандаш, кусок стринга, 50 рублей или жевательную резинку. Ну, 50 рублей ему, может, подарили, да? Ну, чтоб он на сеты потратил. 50 рублей давай ему подарили. Сириус спела необычную... Чё-то... Господь, джентльмен Мэри. Бог отдыхал, е-е-е, Мэри Гиппогрифы. Бог отдыхал, Мэри Базилиски. Бог отдыхал, Мэри Хиппипунксы. Бог отдыхал, Мэри Нифлирусы. Гиппогрифы, наверное. Так, летс го, легчайший вопрос. Кто гений? Ельский балл. Невиль Долгопоп. А она такая, тот самый парень, который 10 баллов получил. Вот это мужчина. С таким можно мутить. А потом началась Гарри Поттера мутить. Потому что, а почему бы нет? Гарри Поттерский Орден Феникса. Какой характер закончил святом Мунго Госпиталь на Крисмос? Рон Визли. Гарри Поттер и Буслебин Ле Артур Уизли. Артур Уизли, хороший, добрый парень. Охранял комнату с шарами. Тут к нему приходит Нагайна. Через всё министерство проехало. Никто её... Все спали там в это министерство. И только один-единственный Артур Уизли стоял посреди вот этой вот огромной штуки с шарами. И она его съела. Если Нагайна пришла в Министерство Магии, её никто не остановил совершенно. Почему Волдеморт самостоятельно не пришёл туда и не забрал это пророчество самостоятельно? Чтобы он пришёл там, сидит Артур Уизли на стуле. Он говорит, не, ну я не пойду, это слишком опасно. Слишком рискованное событие. Гарри Поттер и Философский 100. Рон остался в Хогвартсе на Крисмос. Потому что его семья отправилась, ну и как там, в Египте, как говорится. Поэтому она отправилась тут... Неправильно. Что? А, в Румынию они... Я соблазнился на вопрос, ну и как там, в Египте? Ха, и ошибся. Ну, скоты, да всё, минус деньги от Джон Роулинг. Всё, она уже отменила. Она уже прислала мне смс-ку, то, что всё, я отменила почту. Да за что? Ну всё, я на дисморали. Я больше не хочу ничего отвечать. Это просто супер-дисмораль. Дополни ноут. Что-то инвизибильное платье, это когда твой отец имел зависимость перед тем, как умер. Ну и он вернул это тебе. Использую это с умом. Потому что, ну, конечно, думал, что... Пошёл в шоп. Тупой квест, говна, поел. Использую это хорошо. Не умно. Потому что человек такой дубэт. Нет, ну Гарри Поттер какой умной. Использую это мудро, в это и входит. Использую это хорошо. Что значит использую это хорошо? Поэтому Гарри Поттер забыл его на астрономической башне, когда с Гермионы спускался оттуда после половых отношений. И попал на Филча. Потому что Филч тоже хотел половых отношений, его никто не пригласил. Поэтому он подвесил за палец их. Какой характер, мать, была капитаном Хогвартской Гэпстонской клуба. Как это чужо звучит, если честно? Капитан, поплюй камням. Капитан. Ты один-единственный в своей команде находишься. Команда, поплюй камням. Слушай, команда по Народам была, если честно. Ну, позови, Сэрю Снэйп. Let's go. О, легчайший вопрос. Какой из визардинских миров локация была сказана, даже что Крисмарская карта? Спиннеры Энды? Буровы? Литл Ханглдоны? Или Хексмеоид? Хексмеоид пусть будет. Ну, легчайший. В фантастических тварях преступления Гриндевальда? Какой из детей Нюфлера Нюцкомандер решил покататься на нем? Фисби? Маленькая машинка? Пати-попперы? Или флайнка Чомпандинкорк? Ну, давай Тойкар. Ну и... Да. Какой интересующий тебя хубгорские крисмарские пудинги, да? Они могут спеть тебе, они подожгутся, восклицательный знак, поменяют свет или будут летать. Нахрена вот эти вот все пункты вообще для пудинга нужны? Рождество. Вот я пришел домой, мне не надо никуда идти совершенно, потому что, ну, я дома праздную свое Рождество, один-единственный. Пойду съем пудинг. Открываешь пудинг, а пудинг может улететь, то есть его не будет в своем холодильнике, потому что, а почему нет? Поменяют цвет, все продукты вообще меняют цвет в зависимости от времени, потому что они портятся и имеют плесень. Подожжется. Вот ты сидишь, ешь пудинг, и пудинг такой, а почему бы и не устроить немножко зажигательную вечеринку? А если ты его съел, он у тебя начинает внутри гореть. А если ты вот, сори-то за такие, конечно, интимные потропности, но выходит из тебя уже пудинг в этот момент. Вот выходит, понимаешь, ты съел, переварил, и это нормальный процесс физиологический, да? Вот выходит из тебя пудинг, и он в этот момент такой, а, я же могу поджечь себя. И минус очко у тебя после этого, и спеть тебе. Вот то же самое вот про разговор с очком. Ты пошел в общественный туалет, тебя прихватило. Из тебя выходят продукты жизнедеятельности, заходит какой-то другой мужик, и Путинг такой, забыл песню. Ха-ха-ха, рождественскую песню. Пусть будет Ледед Сноу, Ледед Сноу, Ледед Сноу, да? Я думаю, что вот рождественское настроение сюда, ну пусть поет тебе. Они сгореть могут, ну, я так и думал. Никогда не ешь пуинг в магическом мире, первое правило магического мира. На Ельском Бале Рон что-то ивенты устроил, с кем? Порвать и патил с Лавендером, с Падмой или с Гермионы Грандер. Ивент с кем он устроил, перформансу с кем устроил, да? Он ни с кем не устроил, они потом с Гарри Поттером спать вместе пошли. Какие перформансы от Энда он устроил, какие ивенты? Ну с Парвати или с Падмой он был? Гарри с Падмой был, он с Парвати был, да? Летс го. Ну и Пад... Ну и Пад... В фильме Гарри Поттер и Чамбер Сикретов, что Гарри сказал Хагриду, когда вернулся обратно с фестиваля? Хогвартс не Хогвартс без тебя, Агрид. Вот этот вот, да. Летс го, легчайше. Хогвартс никогда не назывался Хогвартсом до того момента, как туда не пришел Хагрид. А это нас намекает на мысль, что Хагрид единственный, самый главный владелец Хогвартса. Понимаешь, даже не те величайшие четыре волшебника и волшебницы, которые создали Хогвартс. По идее, они должны быть как бы ассоциироваться с Хогвартсом. Не Хагрид. Это тот самый трехклассник, которого выгнали нахрен за то, что он открыл комнату секретов с Василийском, который поубивал пол Хогвартса. Его просто выгнали из Хогвартса. Ну понятное дело. И потом он стал в избушке жить. Его не реабилитировали даже после этого. Но челу потом после этого доказали, что это не он. Его не реабилитировали. То есть такие, да и ладно, пусть в избушке живет. И вверх Хогвартса его обратно не вернули. То есть вот если бы в Хогвартсе неожиданно сказали, Колин Криви, ты скоты на поганые, с помощью своего фотоаппарата открыл комнату секретов. И все, его посадили в Аскабан. Потом прошло 15 секунд. Не, ну что-то мы переборщили. Колин Криви ничего не делал. Но мы тебя вернуть обратно в Хогвартс уже не можем, потому что репутация пострадала из-за тебя, малец поганый. А мы очень дорожим своей репутацией, где у нас падающие лестницы, взрывающиеся пудинги. Мы не можем тебя сюда вернуть. Поэтому ты будешь жить вместе с Хагрида в его избушке. Какое имя популярного из ординского карточной игры, когда студенты играют в неё? Взрывающиеся снэпы, хогвартский холдем, покер хогвартский, охрена нет. Баунсирующий блэк, блэк джек, блэк джек. Ааа, в Хогвартсе сидят, блэк джек играют на перемене, почему бы и нет? Покер. Три варианта карточной игры, которая должна быть только в казино. Карточная игра, студенты играют на перемене, в блэк джек сидят, режутся, охрена нет. На бобы Берти Бота. Фред и Джордж придумали эту игру на переменах, вот это вот. Какой характер горецный, чтобы крестмарские дерева хогвартские каждый год? Профессор Багонагал, профессор Спраут, Хагрид и профессор Снейп. А почему Хагрид не профессор? Книжки закончились, понимаешь? Вот они закончились уже, они завершены. В этих книжках Хагрид был профессором. То есть у него звание профессора, оно же было? Почему он не профессор Хагрид, я не могу понять. Осуждаю этот момент Хагрид? Профессор Хагрид попрошу. В книгах Миссис Уисли, она персонально крестмарски прыгала на Гарри Поттере на Рождество. Какой дизайн она никогда не использовала? Грифидорский Леон, Драгон, Голденский Снич или Лайтинг Болты? Дракон, наверное, хрена нет. А, это, Лайтинг Болтов не было. А, ну это было бы, да, это был бы кибербуллинг, если бы она Гарри Поттеру связала свитер со шрамом Гарри Поттера. Это небольшой кибербуллинг Гарри Поттера был бы, да, ну и ладно. Какое имя вампирской антендерной слагхорды Крисмарские пати? Гордук Охден Сангвини Ворпли. Сангвини, ну, поггерсный, бля, поггерсное имя. Я просто пикнул Сангвини, поггерсное имя, летс го. Тетя Марш, она однажды дала Дудли робота на Крисмоса, да, и этого, для половых отношений. Что Гарри Поттер получил в этот же? Тетя Марш ему что-то дарила? Ну, коробку с углями, ну, я не думаю, что она прям запарилась и поехала на угольную шахту. Мне нужно подарок для своего племянника принести. О, это мы за... Сюда уже приезжали, вот тебе, пожалуйста, новогодняя подарочная коробка с углями, наслаждайся. Я думаю, чисто если использовать дедукцию, дедуксион, то я думаю, что это договые бисквиты должны быть, потому что единственный ответ без... Эй. Ну, так вот. Ну, не, ну... Надо тупо по дедукции это всё отвечать. Не просто вот отвечать, потому что, ой, я знаю по Гарри Поттеру, а ты попробуй по дедукции это всё ответить, если ты не знаешь. Вот так вот сдаются настоящие мужчины тесты. И они приходят неподготовленные, и с помощью своей дедукции, с помощью своего 200 ACQ сдают на пятёрку. Вот это я понимаю жёстко. Какой хогвартский год Гермиона и Рон и Гарри говорили про свои домашние задания. Вообще, как бы они каждый год должны были говорить про своё домашнее задание, но, видимо, что-то они не каждый год общались. Пятый год. Совы надо было сдавать, они сидели, делали домашние задания, и Гермиона, ну, они срались. В четвёртом они срались. Такие, типа, да, пошёл ты, я тебе не сова, она сказала, да? Ролевых игр не было. И в пятом они такие, Орден Феникса, домашний задание не найдёт, потому что Долорес Умбраш была, да? Легчайше, просто, на дедукции. На дедукции... Ай, как больно, руки теперь. Следующие секанские буки. Когда Фред, смерти с перси-префектом, бэдж, использовал, ээээ, да, к крисмасском ужине. Пинхед, пимпли, перфект или помпоулс. На пинхеда он поменял. Башка пинхеда, летс гоу, да? Понимаешь? 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 То есть я на русском это читал, а как это на английском, я не знаю. И чисто с помощью своей гениальной дедуктности я догадался насчёт этого. Какой колор был быстрый, чтобы гугвартские студенты смогли в зимних одеждах? Чё такое фастенингс? Крепление. Ля, вот это вот должны они были иметь. Да, игра. Игра. Инстинктивный способ получения, развития навыков людьми и животными в момент отсутствия непосредственно угрозы для жизни. Гориализуется тенденцией к повторению и отсутствием цели как мотива удовлетворения физиологических потребностей. Вот такие вот крепления должны были иметь студенты на их зимних накидках. Шурупы такие вот мощные, вот какими прикрепляют рельсы такие вот огромные. Вот то же самое и студенты должны хогвартса были иметь. Какого цвета они должны быть? Я могу любого цвета иметь заплатку на свои накидки? Какого креда должен какую-то определённую иметь? Ну давай сильвер. Чё за бред? Я не могу понять. Какой из нижней перечисленных ивентов необычно были в селебратионе хогвартских фестивалях? День Валентина, Хэллоуин, Конец Света или Крисмос. Валентиновский день его вёл Локхард и после этого его посадили в психиатрическую болезнь. Потому что дети 5 лет. Какие день цвету Валентина? Ты шо, наркобан что ли? Какой хороший патион был придуманный холодный во время зимних холодных вечеров? Забудь меня и застрели меня в лицо с помощью патионов. Всё лучшее, лучшего лучшей патионов. Пиперупы патионы или лиманский патион. Ну пиперупы наверное, пиперупы. Ну лэс го. Первый бук Дамблидора. Двигал студентов, чтобы поломать их желание исследования в игрушечные палки, цветочные бонеты, чикенские костюмы или палочки вуланых соков. То есть вот Дамблдор писал свою диссертацию первую. По игрушечным палкам, цветочным бонетам, чикенским костюмам. Люди берут, защищают свои диссертации. Тут неожиданно входит Дамблдор и говорит, «Моя первая книга посвящена костюмам из куриц». Все такие, ну блин, защитился мужик. Кандидат наук теперь. Или парам вуллиных носков. Парой вуллиных носков наверное, let's go, baby. Нет, ну это фловерные бонеты были. Величайший, величайший маг всего на свете. Нашел великолепные способы использовать кровь дракона. То есть они, во-первых, добыли где-то кровь дракона в Даркнете вместе со своим другом-наркоманом. 15 прекрасных способов, как использовать кровь дракона, которые вот не сказаны, что это способы. Первый способ, ты можешь себе поставить его на полку, как украшение. Второй, ты можешь носить у себя в кармане, он тебе будет греть бок. Ты можешь, я не знаю, использовать как краску для своих обоев. Возможно, то, что они вместе с Николя Фламелем работали насчет какого-то школьного проекта, который сделал полностью Николя Фламелем, потом пришел Дамбандер и такой говорит, презентацион, я в титрах нахожусь вместе с ним в проекте. Все такие, вот это красиво, Нобелевскую премию ему за это. Какой финальный характер был и поломал зубы насчет сильверных сиклев, крисмасских пудингов? Хрен не узнает, что это было. Ля, оливали велес! Путем нехитрых математических вычислений посчитать. 23 минус 45, это получается минус 22. 22 вопроса мы ответили и почему-то не выиграл Хаффл Паффта. Бам-бам, бам-бам-бам, летс гооооо. Вот это я поймаю, вот это я поймаю. Опа, опа. Куда? Стой! Да не надо мне пятерочку, спасибо. Какой 6? Да падла хнила. Да сука. Летс гооо. Ба-дас... Почему поменялось вот это вот, аллоо? Летс гоооо. Вот так вот, вот так вот закончилась наша с тобой квизовская чемпионшипа. Вот она обновляется каждую секунду, я не успел записать, я оставлю картинку, как у меня много очков тогда. Вот так вот закончилась наша с тобой квизовская чемпионшипа. Мы с тобой затащили Хаффл Паф на первое место, я думаю, что уже никто не сможет обыграть Хаффл Паф, потому что мы с тобой закеррили его навсегда. Быстрый какой-нибудь квиз про эти, вот смотри, какой ты думаешь профессор Флитвик Чармы классы. Вперёд, быстренько проходим, и на этом видос заканчивается. Какая мавиментная еда, Пойнта Джапп, Пок, Свиш, Усфлик, Свиш, Свиш, Биш. Гарри Поттерский первый год Чармов, экзамен, обжективы, пары глаз, пайнэпл, да, грохот ананаса через стол, это мы знаем, это классика. Какие корректированные инкандатионы для суммунерского Чарма? А пара ка... опа, ну и ладно. Какой суммунер оппозитный суммунерский Чарм? Банишинг, наверное, да, ну легчайший просто. Какой инкандатионы для этого? Дипульса, летс гоу, бэби, та летс гоу, бэби. Какой Чарм Гарри Поттера овердул для третьего экзамена? Он спел ему песню, спел ему гимн России, анимационный или тиклингиша, он спел ему песню России. В половине полукровочного мужчина. Какой Гарри Поттер кубок Виннигара для того, чтобы это все в вино превратить? Он это сделал из Ваниша, он это сделал. Какой каста Гоументи использовал, чтобы Бойл Воты сделать? Ну и ладно. Какой Пок Силенсио, чтобы Рон практиссивировал Силенсио? Наверное, на петухах он это сделал, потому что, ну а ком? Ну дурачок ты, на петухах это надо делать. Шармы и вот это. Ладно, какой? Ну, достойно, достойно. Фенси? Фенси. Мы с тобой прошли два квеста, как это у нас обычно бывает. Мы с тобой пролетели два квеста. Мы с тобой затащили Хаффл Паф на первое место, потому что без нас Хаффл Паф бы не справился. Ну, теперь наконец-таки Хаффл Паф заребет первое место в своей жизни. Спасибо тебе огромное за просмотр. Я надеюсь, этот видос тебе понравился. Ставь обязательно лайк, подписывайся на канал, делись этим видео со своими друзьями. Люди, которые спонсируют мой канал на Тир-2, спасибо огромное этим людям. И всем людям, которые спонсируют мой канал, вы действительно помогаете каналу. Спасибо вам за это огромное. Увидимся с тобой в следующем видосе. Удачи тебе и пока.